Ну что, друзья, Ливия у нас была, теперь настал черед Афганистана. Совсем недавно был также Ирак. Начнем со старой статьи, это аж от 24 ноября 2016 года. Называется «Зима близко, Афганистан ждет решения Дональда Трампа». Ну, вы сами помните, тогда как раз и послевыборные страсти разгорались, многое чего другое. А затем коснемся вообще текущих событий в Афганистане в связи с сражением за столицу наркоторговли. И как оно совершилось. Ну и пройдемся, что происходило за вот это вот последнее время, когда мы на сводках по ближневосточным делам обращали внимание в основном на Сирию и Ирак. И избегали Афганистана, например. Мало где за выборами в Соединенных Штатах следили так напряженно, как в Афганистане. Не только без малого 10 тысяч американских спецназовцев, летчиков, артиллеристов, военнослужащих других специальностей, но и правительство в Кабуле, и вожаки Талибана, и боевики-исламисты в горах Нангархара. Победа Хилари Клинтона означала бы, что афганский курс Барака Обамы в целом продолжился бы. Победа Дональда Трампа означает полнейшую неопределенность. Во время предвыборной гонки ни один из кандидатов много внимания афганской проблеме не уделял. В то же время избранный президент обещал, что с одной стороны выведет войска США с территории Афганистана, а с другой уничтожит Исламское государство. Один из вилайатов, которого охватывает Афганистан и Пакистан. От того, какое решение примет Трамп, уйти или остаться, зависит и жизни американских солдат и судьба страны. Сейчас афганская армия готовится к зимнему наступлению на талибов. Ну это тогда было, в ноябре опять же. Ну его назвали Шафак-2, то есть вторая часть операции Шафак, благодаря которой, как считают Кабуле, удалось сорвать летнюю кампанию боевиков. Наступление запланировано сразу в 13 из 34 провинций Афганистана. Афганцы рассчитывают на помощь американских союзников. Кабуле надеются, что удары ВВС США перекроют карванные тропы. Впрочем, верят в это не все. За последние 14 лет правительство провело сотни операций по всей стране, но ситуация становится хуже день ото дня. Американцы тренируют афганскую армию не первый год. Но единственный род войск, на который они могут положиться, это спецназ. Этого нельзя сказать про большинство афганских армейских частей. В них по-прежнему процветает дезертирство, и они отступают при первой возможности. Похоже на иракскую армию, да? Когда талибы 3 октября неожиданно атаковали Кундуз. Большая часть городского карнизона попросту сбежала. Весенние и летние бои обескровили армию. Только по официальным данным, потери за первые 8 месяцев 2016 года достигли 15 тысяч человек. Из них убитыми более 5,5 тысяч. Из-за такой инфильтрации, используемой талибами, солдаты и командиры не доверяют друг другу. Сложно воевать, когда твой товарищ по оружию может оказаться замаскированным боевиком, ждущим удобного момента, чтобы пустить тебе пулю в спину. За последние полтора года зафиксировано более 100 инсайдерских атак, унесших жизни 257 афганских солдат и офицеров. Ну, имеется в виду атак из-за спины. По сути, предательств таких. Все эти проблемы бьют по спецназу, которому своей кровью приходится компенсировать пассивность армейцев и промахи командования. Дошло до того, что президент Ашраф Гани выступил с гневной речью, обвинив армию и полицию в отсутствии дисциплины и неумении воевать. Тем не менее, афганцы смогли в 2016, хотя и с американской помощью, удержать все крупные города и не сдать талибам ключевые оппозиции. Если в военном плане афганские власти в основном оборонялись, то в политическом им удалось достичь даже ряда серьезных успехов. В частности, заключить мирный договор с Гульбеддином Хекматияром, лидером исламской партии Афганистана, который пообещал распустить своих боевиков по домам. Ну, так как там не только талибы и исламское государство, а много других разных группировок действует, то вы понимаете, что это значит. То есть, надо договариваться со всеми. Если соглашение будет соблюдаться, его вполне можно рассматривать как образец для дальнейшего мирного урегулирования. Однако, очевидно, если Трамп решит вывести американский контингент, Кабул не справится с талибами. Для талибана уходящий год оказался неожиданно тяжелым. На волне успешной кампании прошлой зимы боевики рассчитывали нанести кабульскому режиму решающий удар и взять под контроль ключевые позиции. Но все пошло не так. Через месяц после начала летнего наступления ударом американского беспилотника был убит Мула Ахтар Мансур, которому к тому моменту с большим удом, трудом, удом, удалось более-менее консолидировать движение, пребывавшее в хаосе после смерти основателя талибана Мулы Амара. Мы когда-то об этом говорили, да, то есть он умер, и типа, ну, движение, державшееся в том числе на его авторитете, начало немножечко расходиться. Хотя нового вожака авторитетного Маулави Хайбатулу Ахунзаду выбрали с рекордной скоростью, ему потребовалось время, чтобы войти в курс дел и договориться с различными группировками. В свое правление новый лидер традиционно начал с крупного наступления, призванного укрепить его власть. Талибы сосредоточились на ключевой южной провинции Гельмент. Боевики подошли вплотную к столице региона Лашкакрха... Гаху... Блин, эти афганские названия, конечно... Хе-хе, да. Ситуация спасла только переброска в район боев элитных подразделений вмешательства американского спецназа, артиллерии и ВВС. Ну, то есть вы должны понимать, что там не только американский спецназ воюет, да, там, ну, помимо того, что с воздуха еще бомбят американцы, артиллерия... Десять тысяч все-таки, как-никак. Талибов остановили, но они тут же нанесли удары в провинциях Фарах на западе и Кундуз на севере страны. В целом, американские военные отмечали, что летнее наступление талибы вели напористо и агрессивно, хотя и недостаточно согласованно. Судя по всему, новоизбранный Маулави Ахунтзада решил на первых порах не слишком давить на полевых командиров, и те зачастую действовали, исходя из собственных интересов. Но в целом, год для талибов завершился удачно. Сейчас под их контролем находится самая большая территория с 2001 года. По данным Пентагона, 258 округов из 407 контролирует правительство. 33 боевики, за еще 116 идет борьба. То есть вы должны расклад сам по себе афганский вот этот понимать, да? Все как печально. В боях за Кундуз и Гельмен талибан продемонстрировал, что может противостоять наиболее подготовленным афганским частям. Столица Гельменда по-прежнему в полуосаде. 65% провинции под контролем талибов. В районах Кундуза и Фараха боевики снова создают ударные группировки и могут атаковать в любой момент. Но снова же не забывайте, что опять же Афганистан это очень разная страна. По той причине, что опять же рельеф разный. И в разных частях этой страны живет разное количество населения. Из-за этого контроль над разными провинциями, он разнится. Ну то есть где-то может быть больше населения, где-то меньше. Сейчас население Афганистана, кстати, составляет 32 миллиона человек. 32,5 миллиона человек. Площадь страны довольно-таки большая, но она разная. То есть рельеф, ну вы видите, практически вот основная часть такая гористая. В ней боевикам легче действовать. На каких-то равнинных других территориях возможно для них не такое раздолье. Затем, ну снова же, если вы посмотрите на карту городов, то они в основном там, где реки сходятся или расходятся. Ну и на речках стоят, ибо страна засушливая. Ну и вот все эти условия, все эти объективные сложившиеся обстоятельства также влияют на то, насколько важен контроль над той или иной провинцией Афганистана. Значит у нас что дальше? К тому же за последний год на территориях Талибана серьезно улучшилась экономическая ситуация. Вот в чем парадокс. Благодаря росту цен на опи и увеличению объема его производства, казна талибов значительно пополнилась. Это позволило им активнее закупать оружие и снаряжение, привлекать новых сторонников, а также демонстрировать больше независимости от иностранных покровителей. Сейчас талибы готовятся к зимнему наступлению, еще более масштабному, чем в прошлом году. Но это тогда, опять же в ноябре 2016. Сложнее всего исламскому государству. Если что, то Трамп ему спуску точно не даст. Хотя последние два года ИК постоянно пополняется новыми бойцами, летние операции показали, что возможности группировки в Афганистане серьезно ограничены. То есть, вопреки многим прогнозам, что, мол, исламское государство выдавит талибаны, и действительно там будет играть очень значительную роль, не все так гладко у исламского государства. Захватив крупные территории в Гельминде в июне, боевики в августе попали, с одной стороны, под удар талибов, с другой афганских военных. По ходу дела, исламское государство там воюет против всех. Попытка ввести операции по всей стране, как это делают талибы и правительственные войска, обернулась для исламистов неудачей. Отряды ИК отступили в свою цитадель, провинцию Нангархар, и ведут тяжелые оборонительные бои против американского и афганского спецназа. Территория Вилаята-Харасан сократилась до четырех Нангархарских округов. С исламистами американцы не церемонятся. В Вашингтоне понимают, что если с талибами рано или поздно придется договариваться, то мир с ИК невозможен. ВВС США буквально засыпает боевиков бомбами еженедельно, исламисты теряют десятки человек от воздушных ударов. От ракеты американского беспилотника погиб бывший лидер ИК в Афганистане Хафиз Саид Хан. Бомбой прямо во время завтрака несколько дней назад был убит полевой командир Мула Базорга. Но это в ноябре 2016-го. Исламское государство огрызается в меру сил. С начала лета в трех терактах, устроенных ИК, погибли десятки человек. ИК взрывает места скопления шиитов, мечети, мавзолеи, другие культовые объекты. Ну вы сами понимаете, ИК же сунниты у нас. 80% населения Афганистана сунниты, 19% шииты. Для ИК, которая в отличие от талибана не опирается на какие-либо племена или этнические группы, то есть помимо религиозного еще племенной и этнический фактор играет роль. Успешное разжигание в Афганистане, межконфессиональная рознь и вопрос выживания. Оценить масштаб присутствия ИК в Афганистане крайне сложно. Губернатор провинции, местные чиновники и силовики часто приписывают исламистам любой терактор, считывая на американскую помощь или поддержку. По оценкам афганских властей Пентагона, в стране сейчас от 1000 до 2000 исламистов, но после избрания Трампа ожидается приток рекрутов. По словам нового лидера ИК в Афганистане Абу Амара Харасани, Дональд Трамп полный маньяк, который своими антимусульманскими заявлениями неминуемо толкает даже умеренных приверженцев ислама в ряды боевиков. Вот так-то. Такое ожидание, вы видите, было у исламского государства. На этом фоне источники в Кабуле и в руководстве талибана сообщили о возобновлении двусторонних переговоров в Катаре. По некоторым данным, талибов на них представляет Мула Абдул Манана Хунт и Мухаммед Якуб, брат и сын покойного основателя движения Мулы Амара. Таким образом, руководство боевиков демонстрирует, что переговорам придается особое значение. Со стороны кабульского правительства, сообщают источники, в диалоге участвует там советник президента. Переговоры проходят в позитивной атмосфере, без каких-либо проблем. Проходили. В нынешних переговорах есть одна необычная черта. Они проходят без пакистанских представителей, зато на них присутствуют неназванные американские дипломаты. Это может свидетельствовать как о попытке Исламабада зримо дистанцироваться от поддержки талибов, так и об ослаблении влияния пакистанцев на окрепший талибан. С другой стороны, сами талибы заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать самостоятельность и тем самым снизить давление на дружественный Пакистан, так как талибы всегда были очень сильно взаимосвязаны с соседним Пакистаном, и фактически на его территории формировали свои боевые группировки, ну и потом переходили в Афганистан и творили то, что они хотели. Так, это больше историческая карта. Ну, понимаете, вот Пакистан, да? Вот это вся граница Афганистана с Пакистаном. Здесь тоже действует талибан. И там, в принципе, даже вполне себе получают поддержку от правительства Пакистана. Наибольший интерес представляет участие в переговорах американцев. В Вашингтоне, судя по всему, давно осознали, что в Афганистане сложилась патовая ситуация. Талибан не сможет свернуть кабульский режим, пока в стране находятся американские военные. В свою очередь, афганское правительство не способно уничтожить талибов даже при поддержке США. Похоже, администрация Обамы, ну, торопилась за оставшиеся месяцы и достичь максимально возможного прогресса на переговорах. Другой вопрос, насколько это соглашение нужно непосредственным участникам конфликта. Талибы сейчас ведут диалог с позицией силы. Но дальнейший ход переговоров ясно, что тогда зависел от Трампа. При худшем для талибов варианте развития событий у них есть в запасе полтора месяца, ну, то есть до Трампа, чтобы укрепить позиции. Это все ясно. Как же все же все это обернулось и во что превратилось в результате? Статья уже от 27 марта 2017 года. То есть сейчас наше время и актуальное событие. Итак, что у Талибана? Долгая и кровавая битва за маленький городок Сангин на юге Афганистана завершена. Британские и американские силы понесли самые крупные потери за всю кампанию. И напрасно. В конце концов, стратегически важный кровавый Сангин, как прозвали его в западной прессе, попал в руки талибов. Город Сангин, столица районов провинции Гельмент, пал утром 23 марта. Без боя. Под покровом темноты американские вертолеты вывезли оставшихся защитников. Эвакуацию прикрывал спецназ США. Сейчас остатки Сангинского гарнизона, бойцы 215-го майванского корпуса и полицейские, находятся на укрепленной базе в 3-х километрах от города. Местные кабульские чиновники пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Звучит красиво, ну то, что говорят там тактическая передислокация, это называется. Но в результате, когда собираются вернуться, непонятно. Сразу после эвакуации гарнизона американские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по городу. Городок Сангин. Давайте, может, все-таки откроем карту Афганистана. Наконец-то, чтобы вы понимали. Афганистан. Карта. И посмотрим на то, что там происходит. И... Да, давайте по этой карте посмотрим, в чем проблема. Пам-парам. Так. Ага, ну вот это я буду, да, искать долго этот городок. Тут еще так обозначение. Городок Сангин. Так, ладно. Вообще, очень люблю, когда журналисты не прилагают карту к своим статьям. Это офигенная такая вот привычка. Суперская. Правда, понятно, что в наше время не модно учить географии. Вообще, кому это все надо. Но все же. Так, ладно, давайте. А, господи. Сейчас нужно было мне, конечно, подготовиться. Я тоже виноват, извиняюсь. Карта Афганистана. Война. Так, 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 так. Значит, значит, значит. Карта Афганистана. Боевая карта Афганистана. Правда, это аж... Фиг знает от какого-то времени. Так, так, так. Кандагар. Гельмент. Река. Вот вы видите. То есть одноименная река Гельмент. Ну, по всей видимости, в этой области где-то у нас и Сангин. Да, я виноват. Понимаю, понимаю, понимаю. Это она война. 2017. Добавим сюда. Сейчас все найдем. Война в Афганистане 2015 года. Вот, наконец-то. Надеюсь, будем смотреть здесь. Да. Вот она карточка. И здесь мы можем вот посмотреть город Сангин. По реке вот этой вот Гельмент. Да. Сангин город. Кандагар, как вы видите. Крупные города Кабул чуть выше находятся. Херат. Ну, вот, приблизительно эта дислокация. Такая вот. То есть самое главное, что понимать, это, конечно же, что он не на границе находится, этот городок Сангин, а в глубине территории и фактически в предгорье. Так. Городок Сангин находится в так называемой зеленой зоне. То есть плодородной долине реки Гельмент. Население около 14 тысяч человек. Имеет важное стратегическое значение. То есть через Сангинскую долину проходит шоссе 661. Сангин, обеспечивающая доступ к копийным плантациям и плотине Каджаки. Критически важно для орошения земель и энергоснабжения севера провинции. Кроме того, контроль над Сангином облегчает маневр силами при любой операции в северной части Гельменда. То есть по сути Сангин это ворота от и до, да? Ну вы смотрели на рельеф и вы понимаете, что там же не везде пройдешь и проедешь. И вот возле рек основные пути проходят и как раз там легко запереть тот или иной участок. Главная Сангинская долина один из центров производства опиума. Ключевой перевалочный пункт на наркотических маршрутах Центральной Азии. Именно в Сангине крестьяне из окрестных поселений привозили урожай на огромные ежегодные ярмарки опиума. Даже такие. Отсюда наркотик шел на рынки Европы. Тот, кто контролирует Сангин, кладет себе в карман львиную долю доходов местной наркоторговли. Есть и третья причина, по которой Сангин так важен для всех враждующих сторон. Долина пропитана кровью афганцев, англичан и американцев, более 10 лет дравшихся и умиравших здесь. Для солдат НАТО и афганской армии падение Сангина плевок на могилы братьев по оружию, отдавших жизнь за то, чтобы над этой землей никогда не взвилось белое знамя талибов. Но оно взвилось и вы видите закрашено как. Хотя надо еще посмотреть. Ну да, по ходу дела у нас красным это контроль правительства, синий это контроль талибана и черный это понятно контроль исламского государства. Ну исламское государство вот здесь, здесь небольшие точки, да, видите на границе с Пакистаном разве что. Ну приблизительно вот так как-то не сильно много, как мы уже выяснили. Но зато вот талибы, вы видите, все-таки у них есть контроль. Так, население Сангина изданно поддерживало движение талибан. Даже после того, как в 2001 году пал режим талибов в Кабуле, правительственные войска предпочитали не соваться в долину. В 2006-м президент Афганистана Хамид Карзай убедил Тони Блэра и его генералов, наконец, зачистить Сангин. Афганскому лису, как прозвали Карзай, западные союзники, нужно было расширить зону своего влияния, нанести удар талибам и перетянуть на свою сторону местное племя Алаказаи. Соперники Алаказаи, племя Ишакзаи в основном поддерживало талибан. Алаказаи колебались. Президент решил показать им свою власть и купить их лояльность, пообещав им ключевые посты в администрации и полиции долины. Свои резоны были и у британцев. Тони Блэр надеялся, что захват Сангина поможет перерезать поток наркотиков, идущий в Европу. Ну и в 2006-м 3300 британских военнослужащих вошли в долину Сангин. Чтобы разворошить осинное гнездо и передавить ос. Но с первых же шагов в долине британцы столкнулись с серьезным сопротивлением. С ними дрались талибы, отстаивающие свою власть, местные племенные ополчения, защищающие свою землю, и отряды наркоторговцев, спасающие свой бизнес. Британцы так и не смогли взять долину под контроль. Ночью они отбивали постоянные атаки на базы и укрепленные пункты, а днем совершали опасные рейды, рискуя попасть в засаду или подорваться на минах. Местность была нашпигована взрывчаткой, так что патриоли не выходили с базы без миноискателя, передвигались почти исключительно по руслу ручьев и каналам, избегая дорог. Кстати, в последнее время вы знаете, что много фильмов появилось вообще не только там европейских, но и европейских, много польских там, датских, там еще какие-то отдельные фильмы, французские даже, про все эти маленькие точные операции НАТО в разных вот таких частях света. То есть приблизительно борьба с минами, со всеми этими проблемами, можно по этим фильмам представить. Ну если вам, извиняюсь, неинтересно читать где-то сводки или искать видео на ютюбе. В таком художественном смысле можно это все посмотреть. Прекрасно душные идеи о борьбе за умы и сердца были просто-напросто забыты. Англичане сражались за то, чтобы просто удержаться в Сангине. 120 британских морпехов, местная полиция в столице района оказались в полной блокаде. Они засели на базаре в центре города, выстроив укрепления из мешков с песком и колючей проволоки и месяц отбивали непрерывные атаки талибов. Еду и патроны им доставляли вертолетами, но иногда огонь земли был настолько сильным, что подвоз прерывался почти на неделю. Не выдержав напряжения битвы, полицейские один за другим дезертировали к талибам, рассказывая им о планах британцев и о конфигурации их позиций. Англичане окрестили это сражение с Сангинградом. Ну, понятно, по аналогии с чем. Командующий войсками НАТО в стране Дэвид Ричардс признал, что ничего подобного британская армия не видела со времен Корейской войны. Ну, скажем так, она особо там со времен Корейской войны не блистала в войнах. Имеется в виду, ну, кроме точечных операций, конечно же. Блокаду удалось, я имею в виду в таких больших масштабных войнах, блокаду удалось прорвать лишь через месяц. Официально битва была выиграна в апреле 7-го. Но на самом деле минная война продолжалась. За три года в Сангине британцы потеряли 106 человек убитыми. Четверть от всех потерь за время афганской кампании. Район Сангин обошелся английской армией в разы дороже, чем любой из других 400 афганских районов. Но хуже всего то, что все жертвы оказались напрасными. Местные власти не собирались уничтожать опьянные плантации. В 2010-м зоны ответственности были нарезаны заново. И Сангин отошел американскому корпусу морской пехоты. Морпехи взялись за дело с энтузиазмом. Постепенно воронка битвы затягивала все новые и новые подразделения. Талибов удалось выбросить из долины, хотя и дорогой ценой. Американцы потеряли в боях 55 человек убитыми и сотни ранеными. Местные племена, ну, за годы это имеется в виду, местные племена поклялись в злояльности Кабулу. Все вроде бы успокоилось. То есть, в принципе, подчинили. Но в 2011-м морпехи ушли, передав позиции частям афганской армии. И талибы вернулись. Опять развернулась бойня. Афганский солдат, конечно, не сравнить с американцами и британцами в плане боевых качеств. Сложно их за это винить. Нехватка миноискателей и собак-саперов приводила к огромным потерям. Ну, среди уже афганцев. А раненых не удавалось даже вовремя вывезти из-за нехватки вертолетов. До поры, до времени ситуацию спасали экстренные переброски солдат НАТО. То есть, когда НАТО перебрасывается, да, зачищается, уходит. Так, в 2013-м талибы чуть было не захватили Сангин. Когда после очередного расстрелянного блокпоста афганских солдат охватила паника и они бежали. Окончательно судьба Сангина была решена в конце 2014-го, когда НАТО вывела большую часть силы из Афганистана. Уже в следующем году талибы перерезали шоссе 661, дорогу единственную, которая вела в город. Еще два месяца назад, ну, то есть, вот совсем недавно, казалось, что не все потеряно. Хотя шоссе было перерезано и боеприпасы, продукты и все остальные поставки мелели и мелели. То есть, по сути, вот здесь гарнизон находился в окружении, да. Где он у нас, этот Сангин, вот. Ну, то есть, за него сейчас, вы видите, идет битва по ходу дела, но он в окружении все равно. Раз, раз, вот здесь, да. Все очень-очень проблематично, как видно по карте. То есть, политики ясно, что заявляли, что мы там все освободим, все будет круто, но, но, но помощь не пришла. Когда американский спецназ эвакуировал остатки гарнизона Сангина, оборону держали, джиж, 8 полицейских и 30 солдат. Сейчас сила афганского 215-го корпуса занимает позиции в 3-х километрах от Сангина, и политики в Кабуле требуют от них наступления. Ну, ясно, политиков понять можно, Сангин был городом-символом. Однако, сейчас кабульским стратегам и их западным советникам предстоит принять тяжелое решение. Бросить все силы на Сангин, попытаться отбить его, обнажив при этом другие направления, или сосредоточиться на обороне Лашкар-Хаха, который держать без Сангина станет куда тяжелее. Ну, Лашкар-Хах, вот, да, вот он находится где. Понимаете, что тут опять же все под контролем талибов, и как-то вот, ну, все печально, короче, в этой области вообще все печально. Нелегкий выбор стоит и перед американцами, или усиливать свое присутствие, или уходить окончательно. Еще в феврале командующий силами США в стране генерал Джон Николсон заявил, что ситуация зашла в тупик. И для того, чтобы добиться перелома в боевых действиях, необходимо перебросить в Афганистан несколько тысяч человек. Взяв Сангин, талибы показали, что тупиковой ситуацией является лишь для Кабула и НАТО, и сами они готовы к дальнейшему наступлению. То есть, из этих статей можно какой вывод сделать? Вы видите, исламское государство не так уж сильно свое присутствие обозначает в Афганистане из-за своих проблем многочисленных. Вы видите, что у талибов не так уж все плохо, довольно-таки хорошо они идут, и даже захватывают многие те места, которые ранее были недоступны. Ну, а у афганского правительства постепенно территория сужается, и, скажем так, Запад со всей своей многомиллиардной помощью как-то не сильно содействует стабильности в Афганистане. Поэтому ясно, что полумеры приводят всегда к вот таким вот провальным вещам, когда вы просто-напросто сдаёте территорию врагу. Собственно говоря, это из всей истории человечества следует. Что будет дальше с Афганистаном, будем, конечно же, следить, но дислокация такая. То есть, либо же Запад многократно увеличит там контингенты, начнёт разбираться с проблемами, либо покинет эту территорию и оставит её на откуп тем самым талибам и исламскому государству. Ну, ясно, что в таком случае правительство в Кабуле продержится недолго, ибо талибов и тут возле Кабула немало. Рассматривая эту карту, поэтому можно прийти к однозначному выводу, что при поражении в Сирии и Ираке у исламского государства, в принципе-то есть перспективы в Афганистане, но скорее больше в Пакистане, чем в Афганистане. И эти перспективы точечные. Что касается талибов, то у них не всё так плохо, как кажется. Ну и наоборот, даже всё нормально. Они смогли собраться с силами, хотя снова же претендовать на полный контроль над страной пока что не могут, ввиду того, что Запад всё же поддерживает правительство в Кабуле. Будем дальше следить за всем этим.